Если вы хотите знать, что произошло с GTA-сампом после бесплатной раздачи GTA V, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Ну вот и закончилась раздача GTA V. Все, кто хотел её, получили. Все, кто не хотел её, не получали. Хотя я думаю, что таких людей нет. Все, кто хотел заобузить всё это на несколько аккаунтов, они, я подозреваю, точно так же всё это сделали. И, в общем-то, у большинства игроков, у большинства людей, даже, возможно, с не особо сильными компьютерами, появилась возможность поиграть в GTA V. Пусть даже не в GTA Online. Пусть вот просто там люди, знаете ли, пройдут одиночку. Потому что я знаю, что хоть игрею уже, там, знаете, 7 лет. Хотя, если судить по выходу на ПК, то 5 лет. Тем не менее, многие до сих пор в неё не играли, не нюхали и проходили её, там, знаете, только на Ютубе. И знают обо всём этом максимально, так, знаете, посредственно. Ну, мол, есть какая-то GTA V. Там есть какой-то этот, знаете, онлайновый режим. Там есть какой-то вот этот вот ролеплей. Но обо всём этом, так, знаете, смутно и максимально, максимально непонятно. И вот, я опять же повторюсь, только по роликам каких-то, там, знаете, вот этих вот людей, людишек, человеков с этого самого Ютуба. Более ничего не знали. Однако, Epic Games Store, как бы они такие, знаете ли, меценанты. То есть, если бы мне в 2013, ну, даже в 2015 году сказали, что GTA V будет раздаваться бесплатно. Я бы подумал, что это, знаете, один из таких многомиллионных, многочасовых роликов, которые, опять же, такие, типа, вот скачаете вот тут программу, скачаете вот тут программу и у вас вот появится GTA V. При этом, там, знаете, они закачивают миллиард вирусов всяких, там, знаете, этих, я не знаю, майнеров каких-нибудь, вот этих вот удалённых доступов и всего-всего прочего. То есть, там вот этой вот всякой хуйни её дохуя. И особо такого, ну, ничего там нету. Поэтому, вот как-то так. Однако, разумеется, бесплатная раздача GTA V, она достаточно сильно, вот так, увеличила онлайн Rage MP. Потому что Rage MP сейчас развивается, и вот все сервера на этой самой платформе, на Rage MP, они очень сильно идут вперёд. То есть, тот же самый Redmi RP, я уж не говорю про GTA V RP, который там, вообще, сколько у них, там, я знаю, 15 тысяч онлайна, которые, по факту, обогнали уже, по-моему, Аризону. Я точно не знаю, потому что за всем этим особо сильно не слежу, и смотрел это, опять же, только как-то любительски, и вот так вот заходил, тоже поигрывать иногда. Но особо чего-то интересного там я не увидел. Так вот, в чём же произошло всё дело? Во-первых, онлайн GTA Sampo, он упал. Да, разумеется, это было ожидаемо, но упал на 3%. Много ли это, мало ли это, ну, для игры 2006 года, а если быть точнее, то 2004 года, это как бы, ну, не особо, так знаете ли, ну, типа, странно, потому что GTA Sampo, он же, типа, старый. Но, несмотря на всё это, вот как бы МТАшники не говорили, что у них там, знаете, какая-то стабильность, что у них там всё хорошо, вот этих, вы знаете, всех читеров, всего прочего нет. У нас своё комьюнити, у нас свои сервера, замечательный нам этот ваш GTA Sampo вообще нахуй не нужен, у нас и так всё нормально, они потеряли 10 тысяч онлайна. То есть 10 тысяч онлайна, это по факту резонный РП где-нибудь там год, возможно, 2 года назад. То есть 10 тысяч онлайна потерял МТА, потому что порог вхождения в МТА, он, в общем, больше, поэтому неудивительно, что когда появилась возможность куда-то уйти из МТА, то люди ушли. А вот GTA Sampo, вот тут-то самое интересное, потому что GTA Sampo, он тянет на любом ведре, сейчас даже есть большое количество FPS Sampo, да и раньше, вроде как, тоже их было дохуя, поэтому GTA Sampo, он просел, ну, не сильно. То есть те, у кого была возможность физическая, техническая и тому подобное перейти в GTA 5 РП, там вот на все эти сервера, возможно, на Радмир РП, возможно, там, я не знаю, Даймонд Ролеплей вроде как есть, а в GTA 5 РП, то есть у кого была эта самая возможность перейти, поменять, то есть шило на мыло, те смогли это сделать. Хм, GTA 5, хм, РП, ну заебись. У кого не было такой возможности, они просто получили GTA 5 РП, ой, GTA 5 просто на халяву в Стиме, вот это знаю, ой, блядь, в Epic Game Store, господи, все уже перепутал, в Epic Game Store, и, в общем-то, на этом все. То есть все у них, они получили, и все, им больше особо-то ничего и не нужно, как бы, а зачем нам еще что-то надо, все, мы получили, но играть мы, разумеется, не будем. Мы нагрузим Epic Game Store, мы нагрузим сервера Rockstar, да, потому что там надо, по-моему, игру обновлять в лаунчере Rockstar, еще из-за чего этот самый лаунчер, он грузился, прям, знаете ли, полгода. Мы это все нагрузим, но играть мы, разумеется, не будем, то есть мы просто получили, мы скачали, запустили один раз, знаете ли, одиночную игру, и все. И больше нам ничего не надо, а что мы еще хотели? Вы, мы, никто больше ничего и не хотел, поэтому я даже не знаю, что вам тут можно сказать, то есть у нас все замечательно, у нас все нормально, а вы и дальше сидите, отдыхаете и делаете все прочее. Однако, что же стоит сказать, это только начало, смотря на то, как GTA 5 RP, да и вообще GTA 5 RP сервера начали закупать рекламу, можно сказать, что в скором времени уже, так знаете, график-то он сходится. И в скором времени, возможно, вполне возможно, я этого не отрицаю, Rage MP просто обгонит GTA сам, потому что в GTA Sam никаких обновлений, ничего вот этого интересного не происходит, а в Rage MP там вся движуха. Да и, в общем-то, компьютер купить там, я не знаю, за тысяч 35-40 тысяч, ну типа, ну а кто этого не сможет сделать? Школьники какие-нибудь, но люди уже, знаете ли, работающие, вполне спокойно скопить, и вот уже зайти, знаете ли, играть в GTA 5 RP, там это, в принципе, все в порядке вещей у них будет. А у всех остальных, ну тут уж извините, куда деваться, что делать? Вот, однако вы можете оставить свое мнение в комментариях под данным видеороликом, сказать там, как вам GTA 5, а не как вам GTA 5, и вот все-все-все вот эти, знаете ли, прочие вещи. Поэтому, если вам все это интересно, понравилось, и в целом вы хотите прокомментировать данный видеоролик, то не останавливайтесь. Не нужно себя останавливать в своих желаниях, то есть, ну, этого не нужно делать, все, то есть, захотели, прокомментировали. А вообще, геймплей данного видеоролика был заснят на прекраснейшем сервере Arizona RP Phoenix IP, а также мой никнейм Данте Коттер находится в описании данного видеоролика. Там же, в описании, находится ссылочка на мой телеграм-канал, вы туда заходите и узнавайте всю интересующую вас информацию там, одним из первых или даже самым первым. В общем-то, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok